Небольшую экскурсию по технопарку сразу же, чтобы у вас было общее представление о том, что мы за организация. Продукт квадросимулятор, то есть симулятор, который нужен для обучения управлению дронами. Сейчас тема беспилотной авиации очень актуальна. Запущен целый национальный проект по теме беспилотной авиации. И государство на всех уровнях поддерживает разработчиков, производителей и эксплуатантов, тех, кто использует беспилотные авиационные системы. И основная задача интегрировать беспилотные системы в гражданский сектор экономики. В теории можно же, например, вот эти дроны и беспилотные устройства использовать, например, в сельском хозяйстве? Конечно. Нормально. Сейчас Астра активно очень выходит на международный рынок. В первую очередь, конечно, на рынке дружественных стран, у которых такие же, ну скажем так, задачи по IT-суверенитету, как и у Российской Федерации. Помимо демонстрационного полигона, в этом году мы хотим запустить образовательный трек в рамках этого проекта. Мы понимаем, что для внедрения и продвижения российских продуктов, российского софта, необходимо уже со школы, с университетов обучать людей работать на этих продуктах. И на сегодняшний день это, насколько мы знаем, единственная площадка в России, где можно прийти и ознакомиться с российскими IT-решениями. Задача этого подразделения синтезировать активные фармацевтические субстанции или интермедиаты нефтекемической промышленности. То есть при малых размерах мы можем заменить, ну скажем, цех фармпроизводства. Основная наша идея, это приходят люди со своими идеями, как сделать электронные устройства и до готового продукта. То есть это все происходит здесь и плюс у нас есть партнеры, с которыми мы копируемся и для реализации технологии. Здесь у нас находится помещение, в котором у нас осуществляется непосредственно монтаж устройств и прототипирование. Сергей Варламов, руководитель Центра прототипирования. Добро пожаловать в Центр прототипирования. Существуем мы с 2014 года. Добрый день. Мы компания Proof.me. Мы ведем свою историю с 2015 года. Начинали с этого кабинета. Proof.me занимала один небольшой стол вот здесь. И по сути вот с этого началась компания. Мы занимаемся разработкой видеоконференц-связи. Не зря место называется бизнес-инкубатор. Все-таки здесь благоприятная среда и условия создаются для того, чтобы расти. Это личная коммуникация. У нас создаются некие альянсы, даже касаемо взаимодействия с другими компаниями. Бизнес-инкубатор проводит много развлекательного характера мероприятий. Там и турниры по что, где, когда, событийный. Нетворкинг в рамках и бизнес-инкубатора, и в рамках тех мероприятий, которые происходят. То есть мы таким образом находим себе клиентов, находим возможности о себе заявить. Еще раз хотел бы поблагодарить за столь теплый прием в технопарке. Посмотрели практически все, что нас интересовало. Да, и я сам лично, и господин Драгович, директор технопарка, согласны с тем, что было бы замечательно, если бы узел и центр проекта для реализации был непосредственно в Банилке. А со своей стороны, как директор технопарка, я хотел бы тоже поблагодарить вас за то, что мы успели сегодня посмотреть, и за прием, который вы организовали. И искренне могу сказать, что я под огромным впечатлением от того, что мне удалось сегодня увидеть, и потребуется, наверное, некоторое время, чтобы собрать все это воедино. Да, и после того, как мы побывали в Санкт-Петербурге, в вашем технопарке, приходим к выводу, что технопарк – это не здание. Технопарк – это организованная система поддержки и максимально полезное и емкое использование всех имеющихся ресурсов. И что важно в том случае, когда имеешь все необходимые ресурсы, сконцентрировать их и направить в нужную мысль. Перед интервью, когда мы как раз общались с сотрудником стартапа, он рассказывал, как начиналось с одного стола и развилось все до готового проекта, готового бизнеса. И он об этом с интересом рассказывал почти 10 минут. И хотел бы, чтобы он и подобные ему рассказали и нашим студентам об этом. Все возможное и осуществимо. Да, и огромное у меня есть желание, чтобы для организации КамПАПа пришли стартапы и приехали из Санкт-Петербурга для совместного… Да, и вы, я думаю, понимаете, что было бы просто замечательно и в политическом, и во всех других смыслах поприсутствовать и поучаствовать в данном мероприятии. Могу сказать, как в некой самой западной точке русского влияния в Европе и на Болгару. Спасибо вам большое за то, что так подробно рассказали о вашем проекте. Я абсолютно с вами согласен, что технопарк – это не здание, это не дом, а это экосистема, которая формируется для того, чтобы стартапы, выходя в рынок, оставались и были коммерчески привлекательными и эффективными. Для того, чтобы наша встреча не закончилась формально, обменом мнениями, предлагаю все-таки как-то в дальнейшем создать, возможно, какой-то рабочий орган совместный, который разработает план нашего взаимодействия в рамках соглашения. Предлагаю, может быть, на уровне специалистов, либо руководителей структурных подразделений такую рабочую группу, рабочий орган сформировать и уже выйти на, возможно, подписание какой-то совместной дорожной карты. Субтитры создавал DimaTorzok